Дорогие братья, сестры, друзья, я рад приветствовать вас в день воскресный, любовью Христову и благодарю за ваши молитвы, и что вы молились, и Господь дал силы быть с вами вместе. Я также передам привет от Николая Ивановича Великого, он сегодня первый раз после операции пошел на богослужение. Так что не знаю, как там у него здоровье, или, как он перенесет это, но слава Богу, Господь его тоже подкрепляет, дает силы совершать служение, которому он призван. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы будем рассуждать о неком секрете. Вы знаете, что мы обладаем секретом. Почему? Потому что у нас есть книга Библии, она полна секретов. Если не так, откройте первую страницу, можете прочитать, и там вы откройте очень много секретов для себя, и для тех, кто хочет узнать. Вот. Мы, люди, удивительно сотворены. Мы творение, которое, знаете, всегда хочет быть значимым, всегда хочет быть в действии. И, вы знаете, в такой поспешности, когда мы живем, не раздумывая, не выстраивая, так сказать, мысли свои, мы ошибаемся в своих действиях. Почему? По одной простой причине. Вы знаете, родилась такая пословица в народе, в котором мы живем, не спеши раньше, да? Вы знаете, продолжаем. Я не знаю. Вот. Почему мы спешим? Мы хотим везде успеть. Успеть, достичь цены. Это заложено в нашей природе. Но очень часто, ошибаясь, мы приходим к разочарованию. И то, что, казалось бы, нам служило бы благословением и радостью, оно должно принести нам благосостояние, радость, процветание. Но в итоге мы получаем разочарование, отчаяние. И в конечном счете пустоту. Почему это происходит? Вы помните, был такой царь в Израиле, Саул, да? Ну, по книге. Да, о царях израильских. Был Саул. Сначала он слушал Бога, да? И вроде бы все было хорошо. Но что-то потом в жизни произошло его, что он отодвинул Бога и поступил так, как посчитал нужным. И результат его действия, ну, казалось бы, это хорошее дело. А результат вылился в поражение народа израильского в войне. Чего не сделал Саул? Самого главного. Он не дождался ответа от Бога. Он подвинул Бога и сказал, я сам могу. У меня есть воины, у меня есть колесницы, у меня вооружение неплохое. У нас, так сказать, и позиция хорошо занята. И я помню те победы, которые мы совершали. Это вдохновляет воинов. Я еще скажу, слово им такое горячее. И мы победим. И он делает одну ошибку за другой. Одну за другой. Не видя, что он идет к поражению. Но он вдохновлен. У него есть, так сказать, побуждение. Ему что-то побуждает к этому. Нетерпение, согрешение. Вы знаете, много факторов в жизни человека появляется, когда он обретает в жизни своей, так сказать, платформу, на которой он стоит. Ну, получил власть, получил деньги, успех какой-то получил, признание получил. Да? Ну, в бизнесе. В бизнесе там у него чуть-чуть, так сказать, получилось. Он взлетел. Он почувствовал себя уверенно. И он начинает вот на этой платформе делать свои выводы. Фундамент неправильный. Делать поступки. Пророк Исаия. Вы знаете, в израильском народе, когда пророк выходил и пророчествовал что-то на высотах, да, на нарою, на том месте, где собирался народ, допустим, куда Бог его посылал, или посреди города, он провозглашал волю Бога. Когда пророк говорил, что мир и процветание, народ знал, что пришло благословение. Бог благоволит к народу, и народ будет жить в мире. Войны не будет, лишения не будет. Ну, и так далее. Всех вытекающих обстоятельств будет благоденствие, добро будет. Живи, насыщайся, наслаждайся. Чего еще надо? Но пророк Исаия 30 главе 1 стихе говорит, горе, он объявляет, что пришло в Израиль проклятие. Горе. Кому горе? Непокорным сынам, говорит Господь. Горе. Почему? Удивительно, да? Народ Божий. Исаия тоже пророк Божий. А он изрекает такое слово. Горе. Непокорным сынам, говорит Господь. Которые делают совещание, но без меня. И заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Вот что получается. Оказывается, если человек начинает действовать без Бога, он прилагает грех ко греху, но думает, что это ему принесет процветание. Удивительно. Но так оно и есть. Когда мы смотрим, что же происходит, оказывается, что народ он называет непокорным. Это не к язычникам было обращение, а это было обращение к Евреям. Какой же ужасный грех совершали эти люди, то, чего человек никогда не может достичь, так сказать, счастья и благословения, это непокорность Богу. Непокорность. Отступничество. Строптивость. То есть обращение в сторону. Отчего конкретно обращался народ Божий? И что стало причиной их отпадения? Ответ в следующий праздник. Они делают совещание, но без меня. Жизнь, которая исключает напрочь Бога, это безбожная жизнь. И по каким правилам человек строит и созидает свою жизнь? Когда вы вспомните, что говорил насчет этого апостол Павел, о котором мы сегодня рассуждали, да, в первую часть послужения, то обращаясь к кефесской церкви, апостол Павел во второй главе говорит, что есть система, построенная здесь на земле, которая работает, она существует, она задает тон и ценности предлагает человеку. И человек живет этими ценностями и двигается он в данном направлении, куда его направляет эта система. Это система дьявола, которая вступила к Богу. Он не хотел ничего общего любить с ней. Он себя вознуждал Богом. Он построил систему. И вторая глава, здесь говорится, что есть то положение, в котором апостол Павел пишет, что человек, если он живет вот в этой системе, по ее законам, он называется мертвым по преступлениям и грехам, в которых они никогда жили по обычаю мира, обычая мира. Все люди понимают, что по обычаю мира можно жить. И они живут. И выстраивают свою жизнь. И именно направляются по этому пути их жизнь без Бога, без Божьего. По воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все некогда жили, по нашим плотским похотям. Таким образом мы видим, что возобладало в данном случае, в данной историей, когда люди отвергли Бога и принимали сами решения. Не Господь уже определял и направлял их, а определяло что-то другое. И мы видим, что хотя и они хотели получить и защиту, хотели получить, так сказать, уверенность в завтрашнем дне, но это обернулось для них проклятием. Они проиграют. Вы знаете, в нашей жизни иногда происходит что-то подобное. Когда мы думаем, ну зачем мы будем Бога тревожить по этим пустякам. Мы сами все сделали. Да, у нас есть разум, да. У нас есть опыт кое-какой, опыт других людей, да, у нас есть доступ к источникам информации. Мы можем сами выстроить все и произвести. Но мы тогда начинаем теряться и начинаем, так сказать, смущаться, вопить к небу, вот, обижаться. Когда на этом пути к достижению наших целей мы вдруг начинаем встречаться с препятствиями. Мы вдруг начинаем встречаться с непониманием друзей, с несогласием, с болезнями. Мы вдруг встречаемся с финансовой нестабильностью, с реформой. Мы вдруг сталкиваемся еще с чем-то, что существует в этом мире, и начинаем обижаться, искать виноватых. Что это такое? Это жизнь по плоти. Плоть никогда не принесет процветания, благоденствия, мира, покоя. Никогда. Она не приведет человека к счастливому будущему. Старшее поколение, которое сидит в этом зале, вы знаете, помнит, когда в том государстве, которого нет, строили мы счастливое будущее. Построили? Построили. Что построили, в том и живет. Но это безбожное строительство, понимаете? Безбожное, безбожное. Вот точно так же и здесь, когда пророк Исаия говорит, что Бог объявляет народу израильскому проклятие. Горе тебе. Горе тебе, непослушный, непокорный. Ты отказался от меня, ты не хочешь слушать меня. Горе тебе, когда ты сам принимаешь решение, не советуясь со мной, будучи моим народом. Горе тебе. Мой народ больше не советуется со мной, они не ищут моего водительства и совета, а в мысле этого полагаются на плоскую мышцу. И всякий раз, когда они не ищут меня, а обращаются за помощью к этому миру, они прилагают грех ко греху. Они оставили свое упование на сильную мышцу Господнюю. Сегодня мы думаем, что непокорность – это отказ повиноваться Божьему Слову, обращения к алкоголю, наркотикам, глупым и так далее, другим тяжким грехам. Но непокорность здесь – это более серьезно, чем эти грехи. Народ Божий говорит, не будем утруждать Бога. В данной фразе, что это значит? Не буду я утруждать Бога. Ничего он не говорит? Очень часто родители слышат подобную фразу от детей, она чуть-чуть по-другому звучит. Человек здесь ставит себя на уровень или даже выше Бога. Ну, есть такая пословица про Сан Иисусану, да? Она шуточная, но она приводит очень многих людей, к бедам. Таким образом мы видим, что это страшный грех, отверждая Бога, говоря, у нас есть мудрость и воля, чтобы справиться с этими проблемами. Народ Божий хорошо знал, что они должны уповать на Господа во всем, во всякой ситуации. Это очень ярко выражает псалмы, которым мы с вами можем прочитать в книге Библии. 35-й псалом, 8-й стих. «Как драгоценно милость твоя», псалмопевец говорит, 56-й, 2-й стих. «На тебя уповает душа моя». Не с пустого места это взято. Псалмопевец. 62-й псалом, 8-й стих. «Ибо ты помощь моя». Человек был в стесненных обстоятельствах и обратился к Богу, и он увидел помощь Божию. Бог оказал эту помощь, и псалмопевец выразил это в словах, в благодарности. Удивительно. Мы знаем, что Осирия в то время объявила лови иудеи, и сильный вот враг быстро приближался, вот, имея колесницы, хорошее вооружение, солдат. Вот, это было источником всех кризисов для иудеев. Вот ситуация выглядела безнадежно. Однако Иуда не обратился к Господу в своем кризисе. Он проигнорировал Бога и надеялся на свою мудрость. Вот вначале послали они послов в Египет, фараонов. Зачем? В то время Египет процветал. Да. И очень сильное государство было. Где искать защиту? Нужно искать союзника. Ну и пошли искать союзника. Нашли. Ну, нашли ли они там действительно то, в чем они нуждались, в решении своего кризиса? Нет, не нашли. Затем пытались подкупить Египет, чтобы он сразился с осирийцами. Не искали подкрепления у нечестивых. Не вопросил уст моих. Вот. Пророк Исаия, это же 30-я глава. Мы читаем. Не вопросил уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя с силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестное. Вот результат. Вот исход всего дела. Мы знаем много историй из книг Библии, когда народ Божий поступал легкомыслено. В книге Иисуса Навина тоже есть моменты, когда, помните, народ, который был в дневном пути от войск израильский, так сказать, плод. Он пошел на хитрость. Одел оборванную, одежду, которая была порвана, взял хлеб, который был подслежий, обувь, которая была тоже в нехорошем состоянии. И пришел к Иисусу Навину, и что он сказал? Что мы издалека шли, да? Ну что сделал Иисусу Навину? Он не вопросил Бога. А понадеялся на что? Да. Беспечный человек. Он подумал, что нужно за спиной сколько народа, 8 такой, да? Да и никогда мне Бога вопрошать. У меня сколько еще дел сегодня стоит сделать. Сегодня скоростя у нас в жизни очень большие. Вы знаете, мы ничем не отличаемся от тех людей, о которых мы читаем в книге Библии. И спеша, используя эти скоростя мира, вы знаете, мы поступаем точно так же, как они. Нам некогда ждать, чтобы Бог нам ответил, что нам делать, куда идти, да? Кого подождать, кого нам навстречу вызвал. Нам некогда. Мы сами все быстренько сделаем. В наших руках есть техника, есть у нас какие-то средства, да, есть знакомства. Ну, на крайнем случае есть братья и сестры в другом городе, да, позвонить можно, чтобы и их, так сказать, подвязать под это дело. На Библии у нас учат о чем? Вопроси, Господа, и жди ответ, когда он тебе скажет, что дальше делать. Жди. И только с Богом может быть исход дела благословенном и принесет тебе радость и процветание, принесет тебе защиту, победу в Библии. Только с Господа. Потому что у Него сила, та, которая превосходит любую силу человечества. Много колесниц в битвах было, много и воинов, и обученных с детства, так сказать, их учили, профессионалов в этом воинском мастерству. Но когда Господь вмешивался в ситуацию, мы видим, все изменялось. Абсолютно. Вы прекрасно знаете историю из Ветхого Завета, когда воины были с народом Божиим, когда враги приходили, и очень много было. Но что делали цари, которые были богобоязвлены? Они называли Богу. Таких царей можно по пальцам пересчитать, которые жили, так сказать, в мире с Богом, они чтили Его и попоклонялись Ему, и всегда обращались в любой ситуации за помощью, только к Нему. И секрет от Него успеха, секрет силы, которая преналевала все эти трудности, кризисы, всех врагов, которые приходили, чтобы завоевать Израиль, это доверие Богу, это послушание, покорность. Именно в этом и заключалась сила Израиля, силы Божьей. Давид, вы очень хорошо знаете историю Давида, да, как он жил, как поступал, как Бог его учил, вот, что в его жизни происходило. Давид, он всегда советовался с Богом, потому, что он будет ломаться не позже, да, и он знал Бога. А где с самого малого возраста, когда он еще пас в садах, мы знаем, что была явно милость больше этому мальчику, подростку. Будучи в пустыне, где он пас в садах и охранял жених. Вот. У него не было особого, так сказать, оружия, электронных устройств, которые помогали ему, квадрокоптеров, которые прилетали сверху и смотрели, где опасность, а где хорошие паспищи, чтобы направить туда сада. Нет. Он руководствовался общением с Богом, и Бог ему говорил, что нужно делать. И он применял даже свои навыки, которые Бог научил и Бог благословлял его, что он даже с хищниками сражался и одерживал победу. Далее мы видим, как этот Давид еще подросток приходил к братьям и к своему отцу, приносил их покушать, потому что они были на войне. И когда весь израль от страха был скован и трепетал, и никто не вызвал событий против этого великого воина Голиафа, Давид спросил у Бога совета, что делать? Бог ему говорит, иди, иди, одержишь победу. И Давид послушал Бога, и в результате мы видим, на что надеялись те люди, которые были с обеих сторон. Они надеялись на свое искусство воевать, на мощь, которая у них была, то есть оружие. Они надеялись содержать победу, как одна сторона, так и другая. На что надеялся Давид, когда вышел он против взрослого человека, обученного воинского мастерства. Он надеялся на Бога. А поединственной у него было это вера в Бога и та проща, которая лежала на его руке. Больше ничего. Господь сам направил этот камень туда, куда надо. И Господь, так сказать, определил исход этой битвы, этого дела, которому он был призван Давидом. Он надеялся на Бога. Он не отоплинул его в сторону. Это братья его, которые смеялись над ним, подшучивали. Они его, так сказать, и не пускали, отодвигались и не хотели, чтобы он выступил и поразил этого Голиада. Вот точно так же происходит и в нашей жизни. Когда мы рассуждаем о героях веры, мы видим, что Бог благословлял Давида. Ситуация меняется, когда человек доверяет Богу. Давид положился на Слову Божьем. Доверился ему и он наступал правильно. Первая клинка Паралюб Багану 14 глава. 14 стих. «И еще попросил Давид Бога и сказал имя Бога, не ходи прямо на них, уклонись от них, это было время сражения, и идти к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышал шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступил в битву, и бы вышел Бог перед тобою, чтобы поразить там филистимлян, и сделал Давид, как повелел ему Бога». Исколк битвы – победа, естественно. Поражены были враги, и Давид одержал победу. Царь Аса является противоположным примером. Вот вторая книга про реклёна. Тут же рядом. Читая в 14 главе 11 стих. «И возвал Аса Господу Богу Своему и сказал Господи, не в Твоей без силы помочь сильному или бессильному. Помоги же нам, Господи Божий наш, ибо мы на Тебя уповаем, мы и на Твоё вышли против множества сего. «Господи, ты Бог наш, да, мне превозможен Тебя человек». В данном случае мы видим, что он обращается к Богу, да? В этой же главе 2 стих нам говорит. «И делал Аса доброе и угодно обучать Господа Богосвоего». То есть он был послушать, но всё вроде бы нормально, всё хорошо. «Мы полагаем все упование на Тебя», Аса говорит, да? Это благословенный царь, который делал доброе и угодно обучать Бога. Вот. Аса повелел Иудеям взыскать Бога. Ну, в частности, тоже 14 глава. Повелел Иудеям взыскать Господа, Бога Отцов Своих, и исполнять закон Его и заповеди. Но почему мы говорим об Асе, об этом царе? «И поразил Господь Ифеоплян» 12 стих, это же глава «Перед лицом Асы, перед лицом Иуды, и побежали Ифеопляне». То есть исход битвы тоже был налицо, мы видим. «Когда пришёл Кризис, Аса пошёл к Богу молить, да?» Он не обращался к людям, военачальникам, стратеграм, советникам и так далее. Он взыскал Бога. Что бы ни делать, то мы видим. И Бог научил его, как нужно вести сражение. Вот. Ещё одна проверка Асы произошла. Это уже вторая книга «Поролюбомена». Да? Эта же. И 16 глава. Вот. Рядочка. Что мы видим? В 36-й год царствования Асы пошёл во Аса, царь Израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы, царя Иудейского, не приходить к нему. Что это значит? Это значит следующее. Наш город Керчь удивительно расположен в таком стратегическом месте, который раньше использовали те народы, которые жили здесь. Впоследствии использовала это Турция, а потом Россия. Вот. Что же было такого? Торговые корабли шли из Азова в Чёрное море и из Чёрного моря и в Азов. Да? Странный. Да? Торговый путь. Если построена была крепость сначала одна, потом вторая, которые остатки сегодня остались в Николе, она служила тем? Тем же самым городом Рау на торговом пути. Для того, чтобы не входили и не выходили, можно было перекрыть и никого не пускать. То же самое. Я вам просто наглядный пример, чтобы вы понимали. Потому что вы не знаете, что это город Зарама, где он находится, его биографическое положение и так далее. Оно вам не надо. Главное, это то, где мы живем и что мы понимаем Агилский. Таким образом мы видим, пошел царь и захватил город Рау и начал строительство. Азова уже не обращается к Богу. Он сформировал свой план. Я могу справиться и своими силами. Вот тут и большая ошибка произошла. Аса направляет свои усилия, чтобы подкупить серебру, пойти войной на Израиль. Аса взял серебру и золото из соборочницы храма и из царской казны, чтобы использовать его для чего? Для подкупа. Вот оно что. Затем он отправил послов, чтобы убедить сирийского царянина Лада разорвать мирный договор с Израилем и напасть на них. Казалось, но план сработает. Сирия выступила против Израиля. Израильтяне оставили рану. И Аса снова владела этим городом. Разработанный план Азии полностью игнорировал Бога. И казалось, ну, возымел успех. И царь хвалился своей, так сказать, сообразительностью. Но Бог был обещален. Итак, тут же, в 16 главе, мы читаем. В то время пришел она и прозорвилась к Асе царя иудейскому и сказала им, «Так как ты, кто надеялся на царя сирийского и не упал на господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливияне с силой большей и с колесницами и с сапинками весьма многочисленными? Но как ты уповал на господа, то он предал и кровь твою. Ибо очи Господа, возливая всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему, безрассудно ты поступил тебе. Зато отныне будут у тебя войны». Бог сказал, что Аса поступил безрассудно. После того, как в прошлом времени он доверял Богу и он видел победу и пользовался этим. Бог благословлял его. Но сейчас он говорит, ты безрассудно поступил. Теперь зато отныне будут у тебя войны. Этот поступок Бог посчитал согрешением. Это действительно так. Потому что Аса исключил из этой ситуации, из этого кризиса Бога. И в своей жизни однажды тоже один царь и пророк исключил Бога в одной ситуации. И он захотел поступить так, как он посчитал нужным и правильным. И он поступил. И Бог ему тоже однажды сказал, за то, что ты согрешил, и имя Бога поругание у язычников, те, которые видят вас и знают, что вы народ Божий, то отныне не отступит меч от дома моего. Страшное проклятие получил этот царь и пророк, который ослушался Бога и не захотел поступить по его заповедям, но поступил так, как он считал нужным в данной ситуации. То же самое Бог изрекил у нас. Война будет отныне у тебя, и мира у тебя не будет. Чему учат нас эти истории? Чтобы мы были осмотрители в жизни своей, чтобы мы обращали взоры свои к Богу и спешили к Нему за заветами, за помощью, когда мы оказываемся в любой ситуации. Потому что поступая по своему рассудку человеческому, пластому, мы ввергаем себя в опасности. Мы ввергаем себя не к успеху, а наоборот, к поражению. Апостол Павел писал в послании Керемской Церкви 8 глава и 5 стих. Вы прекрасно помните эти стихи. Очень часто эти стихи мы читаем с вами, цитируем. В 8 главе, где он говорит, что нет ныне никакого суждения тем, которые во кресте, да? Они же, он говорит, ибо живущие по Богу, те плоском помышляют, а живущие по Богу, а духовном. Помышления плоские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плоские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да, и не могут. Может ли плоть покориться Богу? Нет, она противится им. Итак, человек, живущий по плоти, он противится Богу. И, естественно, он приобретает для себя скорбь и неблагословение, но пожлятие. Обращаясь к пророку Исаии, с которого начали мы рассуждения, вот 30-я глава. «Но сила Хараона будет для вас стыдом, и убежище, как тени Египта, бесчестием. Вы искали чего? Защиты, да? Вы искали покровительства, но все это огольнется для вас бесчестием. Это будет поражение по всем фронтам ваших – экономическим, духовным, политическим и так далее. Вот как оно все происходит. Далее мы читаем. Восьмой стих. Ну, тут дальше он говорит, излагая текст. «Тяжести – это на животных и дочек бою, и так далее, и помощь Египта будет счетно и напрасно. Потому что я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начитай это на доске у них и напиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда и навеки». Непокорность, демонстративное неповиновение против противления Господу, противления полному господству и авторитету в жизни человека – это отказ искать во всем того, что угодно Его воле, угодно Богу. Очень часто, вы знаете, когда мы попадаем в ситуации сложные, мы приходим, допустим, к братьям, сестрам или к церквям, приходим и спрашиваем, ну что же делать, я попал в такую сложную ситуацию. И слышишь фразу такую «молись, брат или сестра». И вот эта вот фраза, она раздражает человека, который не доверяет Богу. Она его раздражает, и он говорит, что «ну что они мне говорят, молись, ну и что молюсь я, ну и ничего не происходит из того, чего я ожидаю». Он не договаривает. Человек попадает в раздражение. Почему? Потому что ситуация эта, она буквально выдавила веру в Бога у человека. И человек вот в данное время, в данном случае, он считает, что остался один на один с проблемами. Но это не так. Если вы услышали в первой части сложения, что это не так. Он всегда с нами. Он всегда рядом. Он говорит, что «воззови ко мне, я услышу, я отвечу тебе, не исключай меня из своей жизни». И ты умеешь. Надейся на меня. Да? Мы знаем этот стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Не полагайся на разум твой, да? Который может тебе подсказать не то, что, так сказать, Бог говорит. В разуме на то время может отсутствовать истина. Не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай Его и Он направил стихи твоя. Во всех путях. Мы видим, что цари иногда ошибались. Сделали очень большие ошибки в своей жизни. Тем самым они выражали непокорность перед Богом и забывая те слова пророков, слова псалмопевцев, которые они читали или слышали, которые они сами даже писали впоследствии. Вот. Они поступали так, как считали правильно. Но псалмопевство 20-й, 4-й, 5-й стих там говорит. «Не дремлет и не спит хранящий Израиль», да? То есть у него нет времени, когда он отдыхает. Мы отдыхаем, мы спим. Мы уезжаем, так сказать, в отпуск или в другое место, а он постоянно находится в действии. Он постоянно активен. Вот. Слово «хранитель» означает «страж», «защитник», «руководитель», «проводник». Наш Господь является бдительным, оберегающим Отцом, который хранит и оберегает своих детей. Он является еще и ревнительным. Это исход 34-14. Там написано о Боге, что он есть ревнительным. Вот. Когда мы открываем книгу «Первая параллепомена», то же можно прочитать эту 10-й главу. В 10-й главе с 13-го. И так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом. За то, что не собрел слово Господа Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа, зато он и умертвил его и предал царство Давиду, сыну Иисею. Вы знаете эту, так сказать, историю, что тоже в кризисный такой момент царь Саул не обратился к Господу, потому что на то время он уже не слышал Бога, не исполнял Его заповеди. Он противился ему. Вместо того, чтобы обратиться к пророку и попросить, чтобы пророк узнал, так сказать, волю Божию или самому обратился, он тоже обращался, и Бог к нему говорил, то он пошел и обратился к кому? К волшебнице. А мы знаем, что это мерзость перед Богом, так же? И Бог умертвил Саулу. За то, что он поступил Богопротивно, исключил его из своей жизни, а пошел к абсолютно другому, кто предсказывал, как вызывал духов и так далее. Преступление Саула заключалось в том, что он советы искал у других. Очень часто, вы знаете, и в нашей человеческой жизни получается так, что мы ищем советы не у Бога, а у людей, потому что они авторитетные. И полагаясь на них не авторитет, мы ищем руководство. Что они нам скажут, что они нам посоветуют, да? Ну и так далее. И тем самым мы говорим, что Бог, я тебе не доверяю, а я больше доверяю опыту этого человека и его значимости этим действиям. Но если так поступает верующий человек, то, конечно же, он живет по плоти и потерял отношения с Богом. Это беда. Беда в его жизни. Он должен восстановить отношения, он должен вернуться к Богу и раскаяться в этом грехе непослушаемым. И когда мы читаем, опять же, пророк Исаи, 30 глава, 9-й, 30 стих, мы читаем, ибо этот народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать законы Господни, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророков не пророчествуйте нам правдой, говорите нам весной, предсказывайте приятной. Исаи объявил, что Бог разрушит все возведения ими, сами защитные стены, которые они построили. Дальше мы читаем. Вот. То беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которая разрушающая, разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушает плененный сосуд, разбивая его без пощады, так, чтобы в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага и зачерпнуть воды из водоема. Вот так Исаио Хорочество говорит, что все, то, что люди настроили, так сказать, сообразно своего понимания, своего ума по плоти, Бог все разрушит. И они потерпят, конечно же, поражение. И вот так говорит Господь, Бог, Святой Израиле, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании грепость ваша, но вы не хотели. Как так? Ничего себе. Мы же видим, что происходит. Как это мы будем в покое оставаться? Очень часто мы поступаем, как неразумные люди, о которых мы только что прочитали. Мы рнем душу свою на части, когда что-то происходит. Но как же? Надо же переживать и волноваться. А Бог говорит, оставайся в покое. Обращайся ко мне за советом и смотри, что я буду делать. Будешь оставаться в покое, найдешь благословение. Будешь рвать душу свою и будешь поступать так, как тебе подсказывает разум твой, ты потерпишь поражение. Ваша сила в тишине, мы читаем, свобода от всякого беспокойства, тревоги, быть в покое. Божья правильность у нас совершается, совершает дело правды и мира. Здесь же рядочка. Тридцать вторая глава, семнадцатый стих. И делом правды будет мир и плодом правосудия, спокойствия и безопасность вовеки. Мы можем, конечно, поспорить с этими словами иногда, но если Бог так говорит через Своего пророка, нужно принимать это. Если мы будем правдой истинной, в нашей жизни будет плод спокойного духа, тишины, сердца мира с Богом. Мудрая сходящая свыше, во-первых, она чиста, а потом мирна, да? То есть исполнена миром. Это уже в Новом Завете мечтать, да? Вот что. Первое в Петрах, 3-4, мы уже подходим к свыше. Здесь говорится, но в сокровенное сердце человек в непременной красоте кроткого и молчаного духа, что драгоценно перед Господом. Кроткий дух, он драгоценен перед Богом. Это очень важно, да? Но в мире это не ценится. Бог дает его всякому, кто полностью полагается во всем, только на Него. Только на Него самого. Если мы хотим еще где-то пример найти, мы можем прочитать из книги Руф 3 главу, 7-9-18, 21-25, и вы увидите кротость этой женщины Руфи, да? Руфи, которая попала в определенную ситуацию, у нее тоже был кризис в жизни. Но крутость ей, мы видим, что ей дано было благословение, и это выливает всего благословение. И Сайд говорит, если ты только будешь ожидать Господа, если возовешь к Нему снова и обратишься, чтобы упомянуть на Него, Он даст для тебя все, что я сказал, и более того, и более того. Это книга Пророка Исаия, 12-я глава, чуть-чуть дальше. 31-й стих. Ибо от гласа Господа содрогнется особо, жезлом поражаемым. Ну и так далее. И всякое движение определенного Ему. И жезло, которое Господь направит на него, ходит с степанами, цитрами, и он пойдет против него войною опостошительно. Ибо кофе давно уже устроен, он приготовлен, и для царя набор и широк, в костре его много огня и дров, вновление Господа, как поток серы, зажжет его. Пророческие слова такие удивительные, да? Он хочет, чтобы мы доверили Ему все, здоровье, семью, будущее, чтобы жить в тишине, упомяне и покое. Пойди в свою комнату, где ты молишься все время, и в молитве, и скажи Ему все. Он обещал. Ты слышал слово Моисома, зади себя, говорящие себе. Каким идти путем? Вы знаете, что и богооборязненные цари, земные, которые нуждались в совете, обращались к Господу, и Бог им говорил, вот путь, и иди по нему. Пусть Бог благословит каждого из нас, обращаясь к Господу, и тоже искать этого пути. Для того, чтобы не блуждать, у нас в этом писании есть указание для каждого верующего в Бога. Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Аминь. Господь Бог наш, Владыка, благодарим мы Тебя за Твою великую милость, которую Ты подарил нам Сыне Своему. Ты простил нам в грехе и очистил нас от всякой неправды. Ты дарил нам жизнь вечную, и Ты дал нам Святого Духа, и Ты вручил нам Слово Святое Верное, в котором мы и находим, Божий Милосердный, те тайны, те сокровенные тайны, которые нужны нам, Господь Милостивый, для того, чтобы совершенно жить по-новому и ходить перед Тобою совершенно новым путем, который Ты указываешь. Но в нашей жизни встречаются ситуации, в которых мы начинаем унывать, отчаиваться, когда мы беспокоены, когда мы не находим покоя своей души, теряем мир, тогда, Господь, мы должны обратиться к Тебе, Тот, Который держит нашу жизнь в своей руке, чтобы Он указал нам путь, чтобы Он указал нам выход из данной ситуации, из этого кризиса, в который мы попали. То ли это, Господь, здоровье наше, то ли отношения в семье, то ли это финансовый кризис, Господь Милостивый, то ли это политические перемены, Господь Милостивый. Но обращаясь к Тебе, мы ищем того пути, который не знают люди, живущие без Тебя. Благослови каждого из нас, чтобы мы всегда прибегали к Тебе и не думали, что ситуация, если даже самая незначительная, то она недостойна Твоего внимания, Господь. Благослови, чтобы мы понимали, что мы без Тебя ничего не можем делать. Благослови нас, Боже, вхождение каждый день. Благослови, Господь, иметь мудрость и иметь ум Христов, который бы нас направлял всегда, Боже, к Тебе, чтобы мы ходили по Твоему пути, Боже, и совершали этот путь, Господи, на основании Твоего Святого Слова. Даруй, Боже, Билосвятый, мира, утешения, всем душам, которые сегодня неуспокоены, мятежно, любящие Бога. Благослови все те, кто не имеет сегодня ответа на свои вопросы и не видят выхода в создавшейся ситуации. Даруй, и имя, Господь, и упование на Тебя, наш Бог, Отец, и на Бог Святой. Аминь. Аминь.